Всем здравствуйте! Хочу показать вам две грядки с малиной. В основном малина ремонтантная, которую я на осень уже не первый год мульчирую опавшей листвой. Вот первая грядка. У меня здесь она расположена. Вот здесь у меня два кустика. Это обычная малина, желтый гигант, если не ошибаюсь. Посажена осенью, а дальше тоже посажена осенью ремонтантная малина сорт Джон Джей. Кусты посажены примерно через сантиметров 60 максимум. Посажены кусты, срезаны все поросли, вся срезана вровень с землей. И зимовала, скажем так, полностью голая земля, только покрыла ее с осенью опавшей листвой. В основном это листва вишен. И вот, как результат, по состоянию на сегодня, 8 мая, вот так выглядит моя малина. Вот первый побег, вот второй на кусте. Вот здесь пробилось два побега. И еще два. Еще один. Вот здесь. И вот здесь. Теперь посмотрите разницу между малиной. Даже не так, разницу между участком земли, который покрыт листвой. И вот здесь я оставил, чтобы посмотреть, как будет, как разница. Видите, вот здесь малина выросла уже три побега, четыре. Но и появились сорняки. У нас практически неделю шел дождь. Зайти в огород было невозможно, выпалать сорняки. Как результат, они на голой земле интенсивно растут. А брать тяпку и это все, как бы, рыхлить не получится. Потому что здесь могут появиться еще новые побеги малины. Поэтому мульчировать малину, я считаю, нужно. Нужное это дело. Сорняки не пробиваются, за исключением вот это вишни. То есть вместе с листой попадают косточки вишни. Она прорастает. И появляется молодая вишня. Вот еще одна грядка с малиной. Здесь она растет уже, по-моему, я могу ошибиться, или третий, или четвертый год. Все это время я ее мульчирую листвой. Ну вот, смотрите, здесь кусты постарше, помощнее, не посажены под осень. Смотрите, какие уже побеги малины. Это уже много. Это нужно будет прореживать. Когда она вырастет примерно под метр, я начну ее прореживать. Вот, смотрите, я ставил с прошлой весны деревца вишни. Все, полноценный саженец. Можно осенью выкапывать. Из косточки вырос. Вот здесь тоже прорастает малина. Так, зайду я с другой стороны, потому что появилось за тучи солнце. Так, вот здесь, смотрите, как выросла побег. Единственный недостаток опавшей листвы в том, что, когда наступает сухая пора, листва становится таким плотным ковром, который надежно защищает землю от потери влаги, от роста сорняков. Но малина такой ковер пробивает. Можно, конечно, ей помогать время от времени смачивать листву из поливалки. И тогда малина без проблем пробьет этот покров и все будет хорошо. Здесь у меня почему-то куст пропал. Другой куст, смотрите, какой шикарный. Малина прет прям. Вот как прорвало, все будет шикарно. Здесь тоже вот малина. Здесь тоже мусор. Здесь тоже появилось все. Вот растет. Здесь вот растет. Здесь малина пробивается. Вот много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На одном месте. И две вишенки. Тоже на осень саженцы. Здесь вот малина пробилась. Не знаю, видно вам или нет. Так, вот раз, вот два побега. Вот опять побеги. Один, второй, третий. Один слон. Я использую листву. Вот на этом участке уже не первый год. До осени она лежит и защищает от роста сорняков. Хотя, когда малина вырастает сама, там, как минимум метр, она уже сама закрывает доступ солнца и сорняки очень плохо растут. Но малина под листвой чувствует себя замечательно. Никаких проблем с этим нет. Земля прогревается. Даже если малина там на неделю позже начнет расти под листвой, нежели на голой земле, для меня это тоже не принципиально. Я за сроками не гонюсь. Мне, как бы, помощь в противодействии сорняками просто, как бы, нравится. Вот, например, крапива глухая выросла. Я ее прошел, выдернул. И вот здесь какой-то или лук, или чеснок. Чеснок пробился. Тоже, как бы, не проблема. Все остальное чистое. Одна только малина. Поэтому я использую листву опавшую. Мне нравится. Единственный момент. Я не до конца еще разобрался с листвой от грецкого ореха. Можно я ее эмульчировать или нет? Может быть, кто-то в курсе. Напишите в комментариях свое мнение. Собственно, вот такая вот ситуация с эмульчированием малины, опавшей листвой. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.